Привет, я ФНАФ Плей, и сейчас в новом стиле я вам расскажу, что было на Игромире. Какие игры я там прохожу, об этом подробно тебе расскажу. Из ФНАФа там были одни только кружки, и я пошёл смотреть другие игрушки. В Майнкрафт Данжен я поиграл, и джойстик от бокса случайно сломал. Я видел Ферамира и Лололошку, и разных ютуберов было немножко. А супергероев в костюмах было много, но больше всех запомнилась спайдермена жопа. Так, за рэпчик уже лайк, вот прям сейчас вот ты вот, ты смотришь видосик, вот не пыльнись и поставь под видео лайкосик, окей? А я расскажу тебе про Игромир. Начну я с того, что это первый раз, когда я побывал на Игромире. Весь первый день было так. Так, ничего не понятно, но очень интересно, потому что я захожу в здание, а там куча павильонов с разными играми. Рядом с тобой ходят люди в костюмах супергероев, и это реально очень круто. Я, конечно, сразу попытался найти ФНАФ Айр или ФНАФ Виар, но к большому моему сожалению, игр ФНАФ вообще не было на Игромире. Также на Игромире продавали кучу вещей из разных игр, но из ФНАФа я нашёл только это. Кружки с Фредди и всё. Я, конечно же, вспомнил, что вы просили меня поиграть в Майнкрафт Данжен. И я поиграл. В целом, игра реально похожа на Диабло. Для тех, кто не в курсе, Диабло это РПГ от компании Близзард. В Майнкрафт Данжен нужно проходить миссии, убивать монстров, и в игре будет кооператив. Всё в стиле Майнкрафта, конечно же, так что, скорее всего, я буду стримить эту игрушку в коопе, когда она, конечно же, выйдет. Потом я решил посмотреть другие игры и наткнулся на Gears 5. И когда я взял в руки геймпад, то случайно оторвал провод. Ну вот, как обычно, я ломаю игры даже на Игромире. Ну а потом я подошёл к другому монитору и начал играть. Если честно, то в игре была дикая задержка. Я не знаю почему, и играть было очень неудобно, поэтому я забил, короче, ушёл от этого стенда. Ну а в другие игры я не смог поиграть из-за огромных очередей, которые там были. Так как на Игромире было очень много народу, и некоторые очереди были вообще очень большими. Там даже люди со стульями переносными приходили, чтобы как бы не стоять, а можно было посидеть в очереди. В общем, просто жесть. Ещё я нашёл на Игромире зону для ютуберов. Но прикиньте, друзья, меня, меня на плей туда не пустили. Я не знаю как, меня туда не пустили из-за того, что меня не было в списке. Я, конечно же, попросил меня добавить в список, чтобы я мог прийти на следующий день. И в итоге на второй день на Игромире было ещё больше людей, и мест в зоне отдыха для ютуберов также не было. И меня опять не пустили. Но в итоге уже на третий день я пришёл очень-очень рано. Я увидел там Лолу-ложку, которого, кстати, тоже не пустили в зону отдыха, так как его не было в списке. Но я, наконец-то, на третий день смог туда попасть. Там, в принципе, ничего особенного. Можно было просто отдохнуть, посидеть, поиграть в приставку и выпить кофе. А ещё там, кстати, я увидел Ферамира. В общем, на третий день народа было, ну, очень много. Люди стояли в очереди на улице по пять часов. Это просто жесть. В целом, мне очень понравилось на Игромире. Я получил много положительных эмоций. Было реально круто. И, возможно, в следующем году я поеду на Игромир и устрою там сходку подписчиков. И если бы ты хотел со мной встретиться, то обязательно поставь лайк прямо сейчас. Всем удачи и всем пока!